здравствуйте дорогие друзья еще один маленький такой как рубрикой назвать подкастом напишите мне в комментариях в общем как как это лучше обозвать в общем маленькая такая рубрика у меня на канале мы будем читать с вами исследования спад меда вот и соответственно разговаривать на различные темы и изучать соответственно эффективность тех или иных препаратов как они прошли не прошли исследования может быть соответственно изучать лечение каких-то заболеваний да как это делается в мировой медицине и так далее то есть сейчас я думаю что выше я уже голосом озвучить тему данного конкретного видеоролика что я попрошу сделать от вас это конечно же написать комментарий и поставить ваши лечебные лайки это очень необходимо для развития канала это очень необходимо если вам понравится эта тема а это на минуточку способ получить информацию изучения под меда на данный момент последнюю информацию начиная психиатрических психологических различных исследований заканчивая эндокринологии то есть это вообще повод быть так скажем в одной струе до в последних новостях медицины поэтому дорогие друзья давайте начинать вместе до исследовать основы так скажем мировой медицины подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кому понравилось дорогие друзья все кто захочет разобрать исследование поучиться те кто захочет получить может быть какую-то дополнительную до информацию пояснения разъяснения каких-то моментов которые непонятные я вас жду на платных онлайн консультациях жду в комментариях предложения новых каких-то тем соответственно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и да пребудет с вами здоровья бристольский медико-хирургический журнал том 85 лечение распространенной карциномы молочной железы с помощью дростанолона пропионата клинический случай описанный доктором медицины н.м. хени старший врач отделения хирургии больницы саутмид и френчей бристоль широко распространено мнение что в случаях прогрессирующего рака молочной железы гормональная терапия может привести к временной ремиссии симптомов облегчению боли и продлению жизни стероиды андрогены эстрогены кастрация адреналектомия и гипофизиктомия все это применялось с некоторым успехом для лечения тех или иных гормонально зависимых новообразований в настоящее время считается что изменение гормональной среды приводит не только к временной ремиссии но и лечению опухоли и ее метастазов с такой же вероятностью как и любое другое специфическое лечение методы определения гормонозависимости опухоли были исследованы булбруком 1964 восс описала метод основанный на выведении стероидов с мочой наблюдение о том что длительное применение андрогенных гормонов вызывает вурилизующий эффект привело к разработке двух альфа метилдегидротестостерона пропионата или драстонолона пропионата мастерил который является андрогенным гормоном не оказывающим значительного вирилизирующего действия blackburn and child's 1959 описана клиническая реакция на этот гормон у пациентки ранее страдавший от боли в костной ткани это был первый случай когда этот препарат был использован в великобритании для лечения человека в марте 1969 года у нее появилась сильная боль в области правого плеча из-за вторичного осложнения после двусторонней адренал эктомии в мае 1969 года драстонолона пропионат который назначался без перерыва с декабря 1967 года был прекращен во время адренал эктомии к июлю 1969 года хотя состояние улучшилось у нее появились боли в пояснице и правой лопатке а также появились безболезненные вторичные повреждения черепа пациентка возобновила прием драстонолона пропионата и в течение двух недель боли в спине плечей ноги исчезли а состояние ее стопы улучшилось рентгенография грудной клетки выявила едва заметные остеосклеротические метастазы в сентябре 1969 года рентгенография не выявила признаков дальнейших скелетных метастазов у нее исчезла деформация стопы и она смогла вернуться к работе на станке неполный рабочий день рентген в январе 1970 года не было выявлено увеличение размеров метастатических отложений по сравнению с маем 1959 года обсуждение по клиническому случаю миссис в.п. 55 летней женщине в пременопаузе в июне 1965 года была выполнена модифицированная радикальная мастектомия слева по поводу хорошо дифференцированной карциномы выделяющей слизь без вовлечения подмышечных желез она чувствовала себя хорошо до декабря 1967 года когда у нее появились боли в обеих ногах а рентген выявил остеолитические метастазы в малом тазу и бедренной кости было назначено лечение драстоналоном пропионатом по 100 миллигару внутримышечно каждую неделю было начато в декабре 1967 года и через две недели ее боль полностью исчезла через несколько месяцев жизни боль в правой ноге возобновилась и рентген продемонстрировал распространенные вторичные литические и паратические поражения грудной клетки таза бедра и поясничного отдела позвоночника двусторонняя авариктомия операция была выполнена в июне 1968 года и боль уменьшилась на несколько месяцев через четыре месяца после авариктомии тазовые кости которые до этого подвергались остеолитическому лечению были диагностированы как склерозированные два месяца спустя в декабре у девятьсот шестьдесят восьмой ее широко распространенных метастазов наблюдалось увеличение их числа и считалось что препарат прекратил по какой-то причине свое лечебное воздействие на клетки однако снижал болевой синдром до тех пор пока после приступа гриппа утогнен 1969 не предположит что на ранних стадиях своего развития метастатические отложения сохраняют четкую идентичность с исходной тканью и в течение этого времени зависят от человека позже эта идентичность утрачивается и опухолевые клетки становятся гормононезависимыми дэшпанда 1967 продемонстрировали что пропионат дростанолона снижает поглощение эстрадиола 17b опухолевыми клетками в то время как альтман и чейн 1967 предположили что препарат действует путем отвода восстановленного кофермента на dph превращается в метаболически бесполезную диафоразу система таким образом ограничивает биосинтез в карциноме о том что раковые клетки зависят от гормонов свидетельствует уменьшение боли в костях после приема дростанолона пропионата несмотря на то что первоначальное лечение не смогло остановить рост вторичных отложений боль уменьшилась на несколько месяцев оворектомия вызвала временный остеосклероз и десятимесячную ремиссию боли после 17 месяцев непрерывного лечения препаратом дростанолона пропионатом признаков маскулинизации не наблюдалось адреналоктомия облегчила боль на два месяца к этому времени были обнаружены признаки дальнейшего распространения остеолитических поражений через две недели после возобновления терапии дростанолоном боль снова исчезла а метастазы начали приобретать склеротический характер этот случай иллюстрирует явно выраженное влияние на ремиссию пациента препарата дростанолон пропионат я признателен доктору а атлету за разрешение рассказать об этом пациенте а также мистеру л р силистену за то что он позволил мне представить этот случай представляющий исторический и клинический интерес пропионат дростанолона может вызывать ремиссию как в присутствии активных яичников так и в период после менопаузы альтман fp и джен чейн 1967 материалы симпозиума лечение рака молочной железы выдержка из фонда медицины стрэм 56 и 63 испытательный период применения дростанолона пропионата показал что опухолевые клетки зависят от гормонов и предлагается в качестве простого клинического способа определения этого факта вирилизация не была заметным побочным эффектом на момент операции опухоль не поражала подмышечные железы но имела место отдаленное распространение это подтверждает аргумент в пользу преимущества химиотерапевтического прикрытия во время операции а дростанолона пропионат может оказаться полезным дополнением к хирургическому вмешательству в качестве вторичной терапии направленной на снижение риска рецидивов а также поддержания иммунной системы а также ускорение скрости регенерации тканей послеоперационный период материалы симпозиума лечение рака молочной железы выдержка медицинский фонд строме 44 55 стол ба гормональное лечение рака молочной железы на поздних стадиях рак 1969 британский медицинский журнал дру 293 строма тагнон хаджема научные основы химиотерапии рака 1969 хайнеман лондон строме 66 71 дорогие друзья все ссылки на пап мед будут в описании видеоролика напоминаем что мы публикуем только исследования и для применения любых препаратов нужна консультация с врачом если вы хотите узнать больше о гормонах и лечение рака молочной железы рекомендуем вам подписаться на канал и прослушать другие статьи о лечении рака и гормональной заместительной терапии стройте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok